Но мне это объясняет, что жажкость вот этих вещей, которые я сейчас перечислил, это просто упаться в отбросах судьбы, потому что наша судьба, она предназначена для гораздо более серьезных вещей, для гораздо более серьезных. Все, о чем я сейчас сказал, хороший муж, хороший ребенок и все прочее, это должно приходить в нашу жизнь само собой, в результате правильной направленности жизни. Вернее, неправильно сказал, не должно приходить само собой, а обязательно придет само собой. И даже не нужно об этом сильно переживать. Скупые люди бегут за счастьем, а честные люди бегут от счастья. Вот попытайтесь понять, что счастье это такая штука, которую не поймаешь никогда, оно не может в руках у человека быть. А если кто-то думает, что у него в руках счастье, это глупец номер один, потому что ему скоро придется понять, что это не так. Очень скоро ему придется это понять. Так вот, метод, который ему сейчас предлагают, это бегство от счастья. Человек повторяет, я желаю всем счастья, означает, он его отдает в буквальном смысле слова. Когда человек действует таким образом, он узнает сначала, вот смотри, мы сейчас будем повторять, я желаю всем счастья, вы узнаете, что у вас никакого счастья нет внутри. Он просто говорит, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, аааа. И все, наверное, все закончится. Но там нет никакого счастья. Если бы было счастья, то я бы сюда приходил на интеллекции. Счастья у кого-то есть. Смотрите, мы их местами накланяемся святому человеку. Есть разные веры. Кто-то из вас верующий человек. Есть уже определенные традиции. Например, в мусульманстве человек, там считается, что не надо планиться человеку, потому что он не свят же. Можно планиться священной книги, можно святому имени Бога планиться, можно планиться, допустим, Господу. Но человеку не надо. Тем не менее, даже в мусульманстве у людей есть наставники, которых человек уважает. Он же не против наставника, он уважает, ценит и получает наставление от наставника. Вот именно этим мы сейчас будем заниматься. Но можно планиться, не обязательно святому человеку. Можно священной книге планиться. Понимаете идею? Мы должны установить контакт с источником счастья, со святостью. Веды говорят, святой человек или святая книга – это всего лишь представительство голоса нашей совести. Вам домашнее задание. Домашнее задание – сесть искренне, настроиться искренне. Сказать себе, я хочу знать правду о себе. Я хочу знать, какая же я скотина. И все, впрочем, вот в этом направлении. То есть о том, о чем Олег Геннадьевич говорил. Берите священное писание, любое. Открывайте на любой странице и читайте любую строчку. И вы удивитесь. Знаете, чего? Если вы искренне вот так настроитесь, вы удивитесь тому, что это для вас.